Доброе утро, уважаемые коллеги. Для меня не явилось неожиданностью, что доклады Анны Сергеевны, Рустама Абисаловича, предыдущие дискуссии и вообще весь вчерашний день были посвящены, наверное, на две трети обсуждения той информации, которая будет представлена во время этого сообщения. Что, с одной стороны, мне облегчает задачу, с другой стороны, говорит о необходимости, наверное, какие-то выводы сделать о том, насколько мы можем материал биопсийный интерпретировать с клинических позиций, что мы должны для этого сделать. Ну и в плане продолжения дискуссии, которая только что была, наверное, изменение презентации, которое я сделал буквально только что, с информацией, которая исходит из нашей клиники, сколько биопсий мы делаем, она, наверное, актуальна. Это, наверное, как я думал, создавая этот слайд, неприлично малое количество биопсий за два года, это 12 пациентов, это что-то среднее между 12-й медсанчастью и институтом онкологии. И эти пациенты были распределены примерно половина, в половине случаев биопсия была выполнена по поводу небольших образований до 4 сантиметров для определения дальнейшей тактики и по поводу метастатического процесса. Результаты представлены здесь на слайде, в общем-то, которые, наверное, говорят, что мы не являемся большими сторонниками выполнения биопсии. Почему? Попробуем в этом разобраться. Что касается безопасности, ну, Рустам Бисалыч рассказал, что, и Олег Борисович подытожил, что, наверное, не стоит беспокоиться из-за безопасности выполнения биопсии. Техника тоже, в принципе, стандартная, отработанная, количество столбиков известно, откуда брать их столбик, тоже понятно. Диагностическая точность под вопросом и, конечно, влияние на клиническое решение – это самый важный вопрос, который нам скажет о том, нужно делать биопсию конкретному пациенту или нет. Итого, показания для выполнения биопсии почки можно разделить на три группы. Это неопределенные результаты лучевой диагностики. Мы сегодня слышали доклад о том, что лучевая диагностика – это достаточно эффективная, точная методика. И если мы не можем определиться с заключением компьютерной томографии, то есть другие методы лучевой диагностики, которые нам помогут это сделать. Это пациенты с небольшими образованиями почки, которые не являются кандидатами для хирургического лечения, и это метастатический процесс, не кандидаты для циторедуктивной нефректомии. Разберем их по пунктам. Неопределенные результаты лучевой диагностики. Ну, таких пациентов мало. Здесь представлен случай пациента, который пришел нам в клинику, но биопсия ему была выполнена не в нашей клинике, и было получено такое заключение. Здесь в зале присутствует, ну, наверное, элита хирургической онкоурологии, урологии нашей страны. Коллеги, поднимите руку, кто в этом случае сделал бы резекцию почки? Подавляющее большинство. Возраст, возраст пациента. 60 лет пациенту, да, извините, не сказал. Несмотря на то, что это грейт-1, цветоклеточный рак, резекцию почки выполнило бы большинство специалистов. А кто стал бы наблюдать этого пациента? Мы тоже не стали наблюдать. Мы выполнили резекцию почки и получили гистологическое заключение цветоклеточный рак ГАИ-2. Оба материала были пересмотрены в нашем центре. И это первый вопрос, первый, точнее, ответ, почему мы редко выполняем биопсию почки внутриопухолевая гетерогенность. Даже при небольших образованиях она имеет место. Да, в этой опухоли были очаги грейт-1, были очаги грейт-2, но при биопсии почки нам не получилось достаточно точно установить окончательное решение. Второй случай. Справа представлены данные компьютерной томографии пациента с сомнительными результатами лучевой диагностики. В этом случае была выполнена биопсия, и в этом случае результатом биопсии была уротелиальная кальцинома, что, конечно же, сильно изменило дальнейшую тактику лечения в отношении этого пациента. Хотя образование 3,5 см, и в принципе обсуждался вопрос о выполнении резекции. Пациенты с небольшими образованиями, которые не являются кандидатами для хирургического лечения, или, может быть, являются кандидатами, как мы вчера в ходе дискуссии касались этого вопроса, коснулись и такого метода ведения пациентов, активное наблюдение, они могут являться кандидатами для хирургического лечения, но в настоящее время активно обсуждается такая форма ведения, активное наблюдение. Несмотря на то, что данных на сегодня особенно высокого уровня доказательности не так уж и много, но исследования на эту тему есть. Одно из последних и одно из наиболее крупных, это исследование американское, которое включило в себя 209 пациентов. Здесь представлены характеристики пациентов и динамика изменения размеров опухоли в ходе активного наблюдения. Причем, обратите внимание, некоторые опухоли даже уменьшались в размерах в ходе наблюдения, причем даже злокачественные опухоли. Авторы отметили, что из 209 пациентов у двух развились отдаленные метастазы, то есть частота прогрессирования до метастазов составляет всего лишь 1%. Представили алгоритм наблюдения и ведения пациентов 27, у которых отмечено прогрессирование, из них два пациента с метастазами, локальное прогрессирование 25% пациентов. При этом в алгоритме очень скромное место уделяется биопсии, что, собственно, тоже говорит о том, что мы можем проводить активные наблюдения и без выполнения биопсии, о чем, собственно, и подсказывает недавно представленный алгоритм как результат исследования DSIRM. Это американское исследование, которое проводится в институте Джона Хопкинса. Были разделены пациенты на группу интервенций, группу активного наблюдения. И, в принципе, выводом авторов прозвучало то, что активное наблюдение можно проводить только по данным лучевой диагностики. Немножко на несколько слайдов вернемся назад. В настоящий момент проводится европейское проспективное рандомизированное исследование, которое, наверное, на многие из заданных вопросов поможет нам дать ответ. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, когда мы говорим о биопсии и о клинической интерпретации результатов биопсии. Существует предположение, что в ряде случаев биопсия может выявить неопределяемый по методам лучевой диагностики местно распространенный процесс. То есть мы подозреваем опухоль как стадию Т1А, а в итоге оказывается опухоль Т3. На самом деле это не так, и несмотря на то, что в одном дополнительном проценте пациентов, которые отметили такое гиперстадирование, у них отмечено ухудшение выживаемости. Но для того, чтобы это выявить, нам нужно выполнить 100 биопсий почки, и тогда только у одного пациента будет выявлена местная распространенность больше, чем она предполагалась изначально. Еще один вопрос, на который стоит обратить внимание, это исследование наше уже российское. Об этом я вчера говорил в ходе хирургической сессии. Это исследование, которое включило в себя пациентов, не кандидатов для хирургического лечения, но которые не активно наблюдались, а которые получали комбинированную терапию чекпоинт-ингибиторами. Этот метод будет сегодня активно обсужден при определении пациентов, при лечении пациентов с метастатическим процессом. Однако, как мы видим, как вариант, они могут использоваться и для локализованного процесса. Тут очень много вопросов, мы не будем сейчас на этом останавливаться. Но я думаю, что вторая фаза, которая была проведена, не дала всех ответов на вопросы, и авторы планируют проведение третьей фазы. Тогда мы, может быть, узнаем о такой тактике подробнее. Результаты исследования десерма, которые не показали различий между наблюдением и активным хирургическим лечением. Насколько верно может биопсия почки предсказать гистологический подтип? На самом деле процент расхождения достаточно большой. И иногда он превышает, в ряде работ он превышает 30%. Поэтому полагаться на биопсию почки, как на метод, который позволит нам точно установить не только тип опухоли, но и злокачественность опухоли, я думаю, не стоит. Третий вид показаний для выполнения биопсии почки – это метастатический процесс для пациентов, у которых не может быть выполнена циторедуктивная нефрактомия. На этом мы тоже не будем останавливаться подробно. Тут все, в принципе, понятно. Для того, чтобы назначить системное лечение, мы должны выполнить биопсию почки. Она достаточно эффективна. В частности, авторы работы 5 лет назад опубликованы. Сделали вывод о том, что чувствительность выявления саркоматоидного компонента при выполнении биопсии, вот они тут сравнили, биопсию из двух точек и из четырех точек, значительно выше при большем количестве взятия столбиков. Это клинически значимая информация, это может повлиять, изменить тактику лечения. Здесь приведены два гистологические заключения. Верхнее – это заключение из Института онкологии Петрова, нижнее – это из Первого медицинского университета. Ну, в общем-то, по объему текста эти заключения отличаются, но взгляд у нас в любом случае, как у клиницистов, падает на тип опухоли, светлоклеточная карцинома и степень дифференцировки опухоли. Я думаю, вряд ли кто-то что-то выделит особо для себя дополнительно новое. Хотя идеи такие создаются, и есть мысль о том, что необходимо больше данных для того, чтобы интерпретировать результаты. Например, авторы полтора года назад вышедшей работы из Соединенных Штатов Америки предложили проводить анализ биопсийного материала на генетические мутации. Якобы это повышает ценность прогностической модели, даже чем критерии Хенга, критерии Memorial Sloan Catering. Но насколько это нужно? Большой вопрос. Почему? Посмотрите на этот слайд. Левую часть – это статья с генетической интерпретацией материала. В правой части – Инстаграм Ирины Шейк. Обратите внимание, на что вы смотрите. Не стесняйтесь своих эмоций. Дело в том, что мозг наш настроен на то, чтобы выбирать наиболее простое, наиболее понятное решение. Поэтому и результаты биопсии мы интерпретируем как можно проще и делаем выводы вполне простые и клинически понятные для понимания. Спасибо. Продолжение следует...